В правительстве региона готовятся к личному приёму жителей главой области Максимом Егоровым. В числе заявителей в этот раз шесть тамбовчан. Среди них и Татьяна Лозгачёва из областного центра, которая живёт в пятиэтажке с 40-летней историей и протекающей крышей. Очередь наша на капремонт 25-27 год. Будем считать 27. Но наш дом, конечно, не выдержит такого, потому что крыша течёт сплошняком. Специальная комиссия также установила, что капитальный ремонт дому необходим раньше. В рамках приёма Максим Егоров даёт поручение перенести сроки и провести работы в следующем году. План контрактования фонд капитального ремонта включает. И будут делать ещё параллельно, посмотрят обследование. Вместе с управляющей компанией проведите обследование и вместе с управлением ТЭК ЖКХ, кто отвечает за ЖКХ в мэрии, все вместе коллегиальные обследования сделать, что делать с проводкой и что делать с кровлей. Другой вопрос о комфорте и безопасности от жителей посёлка Тихий угол Тамбовского района. Населённый пункт просят включить в региональную программу газификации. Сейчас в местных домах только печное отопление. Сентябрь 24-го крайний срок ставим. Берём на себя так обязательно? Всё. Договорились? Спасибо. А ваше дело, дальше уже подключайтесь. У нас есть населённые пункты, мы газ подводим, а дальше 2-3 дома подключаются, и вот это впустую получается. Ещё одно обращение в рамках приёма связано с недавней новостью о выделении новых школьных автобусов. Дополнительный транспорт требуется для подвоза школьников со станции Рада в Новолядинскую школу. Сейчас из-за нехватки автобуса ребятам приходится вставать очень рано, в 5.30 утра. В результате Министерству образования и науки области и администрации Притамбовья поручено передать дополнительный школьный автобус для Новолядинской СОЖ. Ещё одно решение, принятое на приёме, касается ремонта и реставрации интерьеров объекта культурного наследия здания ТГМПИ имени Рахманинова. Для проведения данных работ в областном бюджете запланировано 86 миллионов рублей. Закончить необходимо в июне следующего года. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Пока.